У здания администрации в тот день собрались представители дорожных и коммунальных служб нашего города. Кроме того, присутствовал представитель ГИБДД Сергей Космычев. Выездного кармана нет, пешеходный переход не расчищен, заужение проезжей части. То и дело слышалось из уст инспектора. А на некоторых дорогах наш автобус расшатывало из стороны в сторону так, что видеооператору приходилось изловчаться, чтобы снять более-менее ровные кадры. Круговорот снега по улицам. Так можно было бы охарактеризовать увиденное нами из окон автобуса. Потому что исчезая в одном месте, снег появлялся в другом. Некоторые предприниматели снежный вопрос решили просто. Просто сгребли снег в кучи. И на перекрестках дороги выросли белые горы. Теперь можно смело проводить конкурс на самый большой снежно-дорожный сугроб. Рейд охватил почти все улицы Верхней Салды. На эмоциях от увиденного был и сам подрядчик. Ситуация катастрофическая. Скажу сразу. После снегопадов, которые начались 20 ноября, видимо город все-таки убирался плохо, потому что колье минимум 150 миллиметров. На расчистку дорог уходит очень много времени единицы автогрейдера. В частности, когда мы начинали с участка улицы рабочей молодежи, от заезда с Нижнего Тагилы и до Карломарса, на этот участок ушло минимум 6,5 часов. В общем, очень много работы. Работать будете? Естественно. Мы подписали контракт муниципальный, организаторы наши всегда стараются выполнять свои обязательства. Просто представители администрации, конечно, все хотят, чтобы все это было быстрее выглядело. Но мы работаем по мере своих сил. Сейчас мы пока настраиваемся эту неделю, а со следующей недели у нас уже будет в круглосуточном режиме. В любом случае грейдер работать в вашем городе. Начнем набирать обороты. И думаю, в феврале будет у нас ударный. Январь показательный, февраль ударный. Алексей Вовакин пообещал, что на расчистку города выделено 4 единицы, которые будут работать в Салде в круглосуточном режиме. Особый график работы с коммунальщиками избрала исполняющая обязанности главы городского округа Ирина Туркина. Дорожный вопрос всегда оставался одним из животрепещущих. Мы относимся на том, что техника дорожная имеется только у градообразующего предприятия. Мы пришли к тому, что тот участок дорожный, который у нас существовал, он просто уже не существует. Та техника, которая там была, это тот подрядчик, который у нас в прошлом году, вернее, первая половина прошлого года, который отказался у нас от исполнения и состояния техники. Он продал вот эту технику, был подрядчик, который приобрел технику, эту же, и потом в результате оказалось так, что когда мы провели вот это вот расследование, у того подрядчика, который выиграл на вторую половину года, то есть это конец 2010 года, это оказалась та же самая техника. То есть получается, он ее сколько, немного подремонтировал, и, ну, по сути, мы поимели ту же самую технику на дорогах. С начала года они приступили. Значит, ну, сейчас, конечно, происходит период становления, и я об этом сказала, что я совершенно недовольна пока на данный период тем, вот этим организационным периодом. То есть 10... Не знаю, что еще прошло мало времени. Не, ну, прошло мало времени, знаете, мы вообще в конце года встречались о том, чтобы к первому числу они должны были быть готовы, потому что первые четыре дня у нас был прямой договор, с пятого числа у нас уже договор до конца года. Это интервью было записано нами в прошедшую пятницу. В выходные дни автолюбители, да и пешеходы не могли не заметить большие машины, безжалостно соскребающие всему виновный снег с улиц Салды. Тагильские дорожники дали о себе знать с помощью тракторов и комбинированной машины. А разбор полетов состоялся на оперативном совещании в понедельник, где Алексей Вавакин отчитался о части проделанной работы. Сделали мы в субботу улицу Народная Боли, Металлург, вокзальная, Крупская, Энгельска, частично где одну сторонка. Это кошмар, рубли по комбинату убрали, да? Да, да, сейчас там дорога проезжим в состоянии. Действительно, город немного вздохнул, но из-за образовавшихся снежных завалов, которые в принципе и были, видимость на многих перекрестках такова, что водителям приходится выезжать на проезжую часть, чтобы оценить обстановку. Подъезжая к пешеходному переходу, многие автопилоты не замечают и подходящих людей. Сугробы снега намного превышают рост человека. Тагильчане предложили организовать место, куда можно вывести снег. Территорией ссылки снега станет площадка за 21 цехом УСМПО. Вслед за расчищенной дорогой хозяйственные службы нашего города организуют подсыпку. Единственное еще, Рим Викторовна, вот с этой подсыпкой транспорта во дворах очень много. То есть, не дай бог, чуть камуши, это претензии будут. Поэтому просьба ко всем жителям города Верхняя Салда отнестись с пониманием к работе коммунальных и дорожных служб и ограничить количество транспорта на внутри квартальных территориях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова